здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас вторник 8 ноября и мы начинаем наши программы на радио центра сангейтс как всегда в это время в эфире у нас аня ласточкина из таиланда здравствуйте аня здравствуйте рита здравствуйте дорогие радиослушатели сегодня в америке очень серьезный день на самом деле выборы выборы президента очень тяжелой энергии все говорят что скорее бы этот день прошел но мы не будем уделять этому внимание мы поговорим совсем на другую тему близкую нам женщинам скорее всего ну мужчин тоже могут слушать конечно потому что если мужчина знает женщину это уже хорошо правда он ему тогда легче с ней общаться легче сделать ее счастливой и о мужчинах мы можем тоже поговорить да как им как выбирать свою спутницу жизни какие критерии ориентироваться да так что мы говорим о том а сегодня совместимости как выбирать спутника и как это видно в гороскопе да ну что же поехали да давайте начнем почему мы вы выбрали эту тему для эфира потому что опять были вопросы и мы в прошлый раз затронули эту тему вскользь что несовместимых людей не бывает и все в каких-то в какой-то степени с друг с другом совместимы потому что мы состоим из одних и тех же энергий мы выращены в одной и той же среде и нам нужен партнер для того чтобы прежде всего исследовать себя понять себя кто мы и что мы себя представляем и нам нужны какие-то качества которые мы выносим из себя во вне и ожидаем эти качества от партнеров и в астрологии есть разли различные системы и техники как можно оценить совместимость людей совместимость людей это вообще очень вопрос сложный и объемный потому что критерия в совместимости их очень много и для этой передачи я выбрала всего лишь несколько я себе написал на листочке но наверное 7 критериев не больше мы обсудим потому что их много потому что это будет и энергетическая совместимость например какие-то там пересечения чакр может быть это еще какая-нибудь совместимость сексуальная но мы ее обязательно обсудим совместимость бытовых условиях темперамент и так далее также учитывается периоды которые люди проживают и совместимость более глобальном понимании это вообще как люди на данный момент времени наиболее эффективно могут собой с друг с другом взаимодействовать потому что совместимости вот это несовместимость нам кажется что мы с каким-то человеком чем-то несовместимы это только от того что мы не можем преодолеть некоторые различия в своем сознании мы делим что-то на плохое на хорошее на на теплое на холодное ну и так далее и вот это вот мы не можем преодолеть что мы все цельные они скажи пожалуйста а вот может быть такое что чела люди два человека совместимый на какой-то период времени а потом вот у них просто начинаются серьезные такие разногласия вот и это как-то отражается в гороскопе лучше рядом это это самый типичный пример мы исходим из того что нам что-то нравится в человеке мы не будем заключать с ним союз если нам вообще ничего в нем не нравится то есть сначала у нас идет вот это романтическое притяжение и мы любим в нем те качества которые в тайне лелеем себе но не можем их выразить открыто и мы напитываемся этими качествами через партнера мы растем семья расту а он тоже растет какой-то напитывается моими качествами и в какой-то период времени в любых отношениях есть кризис кризис это когда оба человека готовы прыгнуть на новую ступеньку и кризис будет для отношений прежде всего потому что каждый человек прыгнет на эту ступеньку по-своему мы не слеплены друг с другом и развиваемся при помощи друг друга но не обязательно вместе в одном направлении и вот это возникает раздражение кто-то уже хочет в новое пространство другой его не пускает и так далее то есть вот эти вещи всегда были предметом споров люди приходят на консультации и спрашивают мы вот совершенно в корне несовместимы как такое получается и можно искать точки соприкосновения можно объяснять почему это происходит периоды определенные у каждого там в жизни происходят и у каждого человека и свобода воли оставаться в отношениях либо выходить из отношений но на самом деле если мы вышли из отношений мы все равно остались с этим человеком в отношениях уже на всю жизнь потому что мы о нем будем думать вспоминать если у нас при этом еще сохранились дружеские отношения это большой плюс то есть мы так и продолжаем общаться только мы уже идем разными путями и встречаем нам нужны другие люди для того чтобы но если еще есть дети общие тут уж вообще повязано всю жизнь ну дети часто бывают кого преграды для вот таких расставаний но на самом деле нельзя сказать что один из вариантов предпочтительные то есть люди остаются вместе ради детей сейчас уже по всей психологии везде пишут ради детей жить не стоит и вообще такую на них накладывать ответственность чтобы потом выставлять же ребенку счет за то что я жил я жила ради тебя и все и всю жизнь на тебя положила то есть это никому не надо это жертва и ребенку нести на себе такую ответственность будет очень тяжело и потом он будет соответственно тоже склонен к формированию таких отношений например девочка будет такой семье склонна жертвовать собой в отношениях а мальчик выращенный в такой семье будет принимать жертвы от женщин ну то есть он ждать что так и должно быть то есть и вопрос надо ли не надо это оставлять но давайте уже ближе к совместимости какие критерии бывают и первые критерии на которые обращают внимание все астрологи без исключения этот критерий прописан в классике это совместимость по луна мы изучаем луну в гороскопе каждого человека и делаем выводы как человек мыслит о чем он мыслит преимущественно и как и из чего состоит его ум луна отражает бытовые ситуации это совместимость на уровне простейших бытовых вот этих жизненных ситуаций когда мы взаимодействуем с человеком на таком уровне как помыл не помыл посуду там в быту в общем в каждодневной именно вот этой рутинной деятельности луна здесь играет очень большую роль поэтому многие астрологи и классические тексты выдвигают ее на первый план то есть мы изучаем на к шатру луны одного человека знак знак потом на к шатру ну и так далее можно до градуса дойти до конкретного в котором она расположена сделать выводы а как люди совместимы изучив луну партнера а бывает так что у людей у людей просто способ самовыражения в мыслях очень различен вот давайте приведем пример таких лун мало сопоставимых девой водолей у одного человека луна в 9 другого человека луна водолея что это какой конфликт при этом возникает тот у кого луна в деве обладает природой а точности щепетильности практицизма умение выстраивать границы видеть эти границы четкости служение понимание приземленных задач водолей это концептуалист он все время зацеплен за какие-то концепции за мир во всем мире за изучение схем систем это знак который не предрасположен к порядку и говорят водолеи люди неряшливые то есть ну вот связано с таким потому что это мы в этом знаке другая задача отрабатывается системность человек ищет связи между разными элементами системы всякие сети социальные сети интернет сети то есть ему интересно глобальное сообщество а в деве интересны мелочи интересна практичная сторона жизни и если эти два человека которые со друг с другом взаимодействуют не понимают этих различий возникают конфликты то есть может быть сначала будет какое-то притяжение один другого будет взаимодополнять но тут взаимодополнять сложно потому что это не та ось это не комплементарная ось с 1 будет очень практичным и замечать мелочи другой на них не будет обращать внимание возникают конфликты на бытовом плане вот это именно те помыл не помыл посуду вытер стол не вытер стол и так далее это вот такие вообще вариантов совместимости может быть только в том случае если кто-то решит найдет себе возможность что-то изменить и не обращать внимание на то что делает другой такой вариант ведь возможен правда возможен либо это вариант что мы друг друга в этих отношениях очень сильно меняем бытовой плане то есть мы один учится у другого другой учится у первого вот вот этот вариант тоже когда оба принимают что мы через эти отношения сильно вырастим чем сложнее связь тем быстрее происходит рост в отношениях но и тем они более тем более близок разрыв всегда то есть потому что это конфликтная ось считается что очень хорошо когда луны комплементарные комплементарные это значит они стоят друг напротив друга и люди как беляет один ум одного человека отражает ум другого человека например возьмем же эту деву практичную и у другого партнера луна в рыбах то есть это значит что они друг друга взаимодополняют тут тоже может быть недопонимание но она быстрее она быстрее как бы сглаживается потому что люди людям очевидно разница разница настолько в мыслях будет хорошо прослеживаться что она будет до смешного очевидно то есть один зацеплен за практику другой витает в облаках и когда человек заключает контакт союз и он уже понимает что один вот меня при привлекает в мужчине мы это богатое воображение фантазия умение а выйти за границы его какая-то фантазийность и щедрость а любовь к людям это все рыбы мужчину в женщине привлекает то что она может хорошо уборку сделать ну или разложить все по полочкам и вот они друг друга дополняет один друг дом другому нужен в этом союзе вот они это и для них это очевидно вот эти комплементарные связи когда лун и напротив они очевидны друг до друга становятся люди такие и они принимают вот эту вторую сторону себя они как через партнера видят вторую сторону себя то что они себе не могут позволить расслабленность дело никогда не может себе прослабленность она все время напряжена и и вот а рыбы это знак который ассоциируется с ленью лежу на диване и ничего не делаю и вот они будут друг другу все время сигналить противоположные качества это самая основная такая совместимость по лунам конечно есть вот эти промежуточные варианты когда лун луны нужно изучить каждую луну каждый знак а потом еще хорошо бы на кшатру и сделать какой-то вывод и объяснить клиентам разницу в их мышлении вот и все а когда они уже понимают на 90 процентов проблема решена да если они готовы принимать мышление другого человека это тут наверное проблем не будет отношения это всегда интересно это может быть интересно познавательно увлекательно ну и страсти может тоже полно быть в отношениях насыщаться чувствами можно друг друга разницей друг которую мы видим в другом человеке это первое первый пункт 2 как у меня 2 я обозначил айт по темпераменту это одно ум этот как мы думаем как мы мыслим а у нас есть еще встроенная встроенный способ реагирования на ситуации который связан с темпераметр темпераментом это что-то неосознанное неосознаваемое вот например моя реакция на вещи моментально эти а это значит что этот критерий связан с марсом гороскопе то есть мы смотрим какие марс и у людей марс это вот как он действует как он инстинктивно идет и действует и вот этому критерию уделяется тоже большое внимание есть такое понятие ведической астрологии как куджа доша то есть куджа это марс а дольше это то что портит гороскоп ну то что ухудшается со временем и конечно этот исторически этот фактор был слишком переоценен он есть его нельзя сбрасывать со счетов но в индии в традиции этому фактору совместимости уделялось слишком большое значение даже браки отрицались то есть если в гороскопе там несовместимы по марсу то нельзя ну там муж убьет жену и потому что темперамент не выдержит этого человека и там выйдет из себя и поэтому отрицалось отрицались браки нет вам нельзя быть вместе потому что у вас марса не гармонично расположена относительно друг друга и вы можете там спылить в быту ну что мы можем мы можем этим критерием пользоваться конечно же чтобы изучать темперамент друг друга у нас уже у нас работает хорошо неопортекс в головном мозгу который может контролировать наши вот эти вот реакции бурные животные естественно то есть мы не будем уделять марсу такое большое внимание значение придавать к тому же эта планета имеет тенденцию созревать со временем когда человек взрослеет у него вот эта способность контролировать свои действия всегда повышается когда мы маленькие когда мы еще свои импульсы не можем контролировать а вот чем мы старше тему более успокаиваемся если брак заключается в зрелом возрасте току джадоши вот этим нет несовместимым марсом практически не уделяется внимания потому что люди уже понимают что не обязательно кидаться тарелками ножами и так далее что они могут вполне поговорить и договориться о чем-либо ну что такое несовместимые марсы когда один человек допустим имеет марс ну здесь по домам нужно смотреть если у одного человека поражается марсом какой-либо дом внутренней жизни например четвертый дом дом внутреннего комфорта а у другого нет такого поражения у него марс стоит благоприятной позиции считается что люди не очень совместимы потому что один человек ждет вот этого накала страстей внутри жизни внутри бытовой жизни внутри дома а другой не может принять это у него как бы нет этого марса в таком доме и если у одного бурные реакции другой на них будет неадекватно реагировать и за что я заслужил такое отношение или таких стыков вспыльчивого супруга вот это примерно так марса изучается но я марс и я в своей практике марса изучая немножко по-другому это когда мы сейчас поговорим о гороскопе женщины для у нее очень важно изучить марс гороскопе чтобы понять какой любовник ей нужен какой мужчина в качестве любовника в качестве сексуальной совместимости мы сейчас говорим да даже может это да сексуальность совместимости тоже использоваться я бы использовала и венеру и марс хотя в сексуальные совместимости классически используют и луну но техника я сказал очень много можно посмотреть на венеру и на марс женщина женщина действует как женщина и для нее для нее важны женские планеты то есть она может себя реализовывать через женские планеты прямо директно допустим вот у нее венера в таком знаке и она вот чувствует красоту вот так вот вот таким вот образом или у нее луна женская планета в таком то знаке она все время говорит болтает им интересно вот о таких вещах а есть мужские планеты вот две мужские планеты которые связаны с мужчинами с выбором супруга это юпитер и марс марс это значит какие действия я бы хотела видеть в своем супруге то есть я сама не могу директно прямо действовать через свой марс ну допустим женщине женщине все не положено действовать если мы вот так не положено положено это так можно но в ведической культуре да она может действовать через мужчину все на озвучивает свои желания и мужчина действует ну это мы совсем взяли такой вот амебный вариант женщины консервативный такой конечно женщина может сама действовать через свой марс идти прямо допустим у женщины марс во льве она действует благородно четко старственной позиции и достаточно харизматично все у него марс во льве но дело в том что чтобы быть совместимой с супругом и не пол теперь не получится полюбить на или как бы принять супруга у которого марс не такой даже не супруга а мужчину потому что марс это именно именно любовь мужчина как любовник мужчина как деятель который делает вокруг тебя дела и ты им восхищаешься и поэтому женщина с марсом во льве не приемлет со стороны мужчины действий низменных потому что лев это благородство и для такой женщины важен мужчина вот если он что-то там сделал такое испыдать и как-то втихаря то это очень некрасиво для нее и она будет рядом с таким мужчиной не чувствовать себя как нормально да как вот что я люблю мне действительно этот мужчина нравится будет будет критика этих действий потому что это принцип действия заложенный в саму женщину это принцип благородства царственности мужества такого вот львиного да и по ее партнеры должен быть марс еще более сильный да чем у нее как бы это да да действительно правильно вы заметили что марс во льве он сильный он солнечный марс солнце и марс друзья и полгон царстве и поэтому мужчина должен быть должно быть примерно в действие это царственность уже заложено у него может быть марс не обязательно во льве у него может быть марс соединение солнцем гороскопе это тоже самое то есть как бы принцип солнца накладывается на принцип марса то есть действие под руководством высшего солнечного принципа у него может быть марс стрельцы тоже в огненном знаке с не обязательно во льве у него может быть марс там в других дробных картах во льва эти там в навамши во льва переходить в любом случае нужна вот эта энергия от мужчины энергия льва есть вторая планета мужская юпитер юпитер это гуру это учитель и когда женщина выбирает мужчину она она выбирает в том числе учителя для себя ну вот мужском виде да в виде спутника и она выбирает человека от которого она готова рожать детей это за это тоже юпитер отвечает вот ее представление о детях и и представление о защите юпитер юпитер дает мудрость оберегает защищает дает ресурсы и вот это второй аспект который это второй аспект который очень интересен для анализа в женском гороскопе какой у нее юпитер и вот это сочетание между юпитером и марсом важно проследить если у женщины вот этот вот дисбаланс то есть она может мужчину любовника искать одного а выходить замуж реально за другого человека вот юпитер это та энергия за которую мы выходим замуж от человека с которым мы готовы расти детей а а в действии мужчина в том числе и в сексуальном действии нравится совершенно другой вот и это если между юпитером и марсом женщины есть большая разница то есть они стоят опять таких таких несовместимых позиций допустим если мы при представили марс во льве такое благородное действие благородный любовник а юпитер стоит где мы его поставим весах или близнецах близнецах в таких знаках где общительный такой человек умеющий и схитрить где нужно игривый достаточно разносторонний любит знание эрудит это вот юпитера в близнецах я описал то есть такой примерно такого человека хочется женщине в качестве защитника покровителя гуру и она вступает союз с этим человеком как правило да когда она хочет брак заключить они просто когда она хочет насладиться энергиями мужчины и хорошо хорошо когда у мужской карте идти и другие энергии присутствуют то есть есть позиции в близнецах есть позиции во льве и этот мужчина совмещает эти умеет совмещать эти две но ему все равно придется научиться совмещать с детства эти позиции если он получил в своем гороскопе вот этого благородного льва царственного и близнецов которые тысяча дел одновременно принеси подай туда-сюда много знаний эрудиция и так далее то есть это будет может быть творчески яркий человек с очень развитой интуиции и разнообразными связями друзьями в жизни он в это совместит и такой человек очень подойдет этой женщине на роль супруга в котором она будет видеть вот эти две энергии и близнецов и марса и вот по такой схеме можем любой гороскоп проанализировать и уже сказать глубоко совместимости ань скажи вот такой чисто практический вопрос если допустим женщина или молодая девушка вот она встречается встречается потом она чувствует ну вот да наверное уже пора выходить замуж и приходит на консультацию а и ты вот ей рассказываешь все о совместимости рассказываешь и в принципе наверное можешь нарисовать картину и и будущего супруга которого бы хорошо бы было ей за которого ну то есть хорошо было бы выйти замуж и вот у него такие вот критерии будет ли у нее вот такой вот преднамеренный неосознанная картинка то есть она может себе нарисовать картину своего будущего супруга и искать именно такого человека и вот может быть это ей поможет именно встретить именно такого человека который ей будущем будет станет мужем и поможет поняла вопрос на самом деле они без меня консультации ищут такого человека то есть уже по факту даже не осознанно это не то что не осознанно это энергии которые в нас заложены и мы не пропустим их если мы их видим единственное что конфликты когда возникают у человека внутри между двумя принципами юпитера и марса она может не понять как их разрешить почему нравится то одно в мужчине то другое то есть вот в том это вот тут ему нравится были вроде вот такой общительный нравится с другой стороны нравится и лев то же самое и она не может совместить и когда по факту приходят с гороскопом мужчины но при этом нужно мужчину поставить в известность что его гороскоп анализируется лучше когда пара сама приходит тогда мы ищем просто почему у вас возникают конфликты или чтобы я рассказываю я озвучиваю то что они уже чувствуют и невозможно сказать ей что-то новое потому что я говорю вот у вас так и так и в бытовой жизни у вас так и вот так складывается и не говорит ну да это действительно так то есть это подтверждается просто они об этом даже не задумывались раньше что оказывается есть энергии которые побуждают нас выбирать того или иного партнера просто так все равно не будет и даже и даже если я молодой девушке расскажу то есть только это пойдет на пользу я расскажу как она устроена а не какого ей супруга выбирать как что ей что ей нужно для жизни что я нужно познать через партнера да ну и мы не сказали про мужчину потому что мужчина также выбирает по двум только женским планетам он вытесняет из себя женские принципы в женское окружение потому что он конечно тоже у него есть у гороскопе венера и луна и конечно у него есть определенный принцип наслаждения и по велире он много всего может делать но венера это все-таки женская планета и венера-то женщина-любовница как мы сказали что марс это мужчина любовник да венера женщина с которой интересно с которой много страсти с которой можно выйти в свет с которой можно поговорить интересно чем нибудь вот мы представили такую вот женщину яркую красивую красивую. Это принцип Венеры в мужской карте. Есть Луна. Луна — это женщина-мать. Луна — это женщина, которая кормит, которой можно прийти за утешением, которая действует как мама. И вот эти две планеты тоже могут стоять не на очень благоприятной оси, когда нравится одну в женщине-любовнице, а выходит замуж, ой, нет, женится, женится на той, у которой у него Луна, по Луне. По Луне женятся, потому что по Луне мужчина выбирает мать для своих детей. И начинается жизнь на одну сторону, и жизнь на другую сторону, потому что вот большая разница между этими энергиями. Но если потом не хватает вот этой женщины Луны, и мужчина начинает искать всё-таки опять через какое-то время, начинает искать женщину Венеру. Как с этим быть? Они бывают в одном знаке Луна и Венера, это значит, что очень рядом стоят, это значит одинаковый принцип заложен, что в Луну, что и в Венеру. Я не знаю, как с этим быть, это надо каждую конкретную ситуацию рассматривать, смотря что человек хочет. И женщины часто, вот даже девушки, изучающие астрологию, они это берут на заметку, и они смотрят, какая Венера у мужчины, которого они выбирают, и какая Луна, и то есть, что ему нравится вообще, что какой у него принцип удовольствия, и есть ли у них эта энергия. Вот если, допустим, смотрите, у мужчины Венера Водолея, возьмём, тут такая странная Венера, принцип наслаждения связан с высококонцептуальными вещами, с исследованиями, с очень нестандартными формами поведения женскими. Женщина такая приключенческого характера, немного вот нестандарт женщина, ему нравится такая любовница. А Луна у него в тельце, но женщина такая, кормительница, просто вот, очень заботливая, умеющая позаботиться о хозяйстве, всех накормить, ну и полная, наполненная вот этой энергией, да, совершенно до типажи. И я обычно женщине, которая учит астрологию, говорю, что вы посмотрите, есть ли у вас эти энергии, чтобы напитать интерес мужчины. То есть, если у меня Луна Водолея, то мне очень легко с таким человеком общаться, то есть, Луна Водолея, это означает, что его Венера попадает на мою Луну, и моё умонастроение, в принципе, ему очень близко. То есть, там, где моё умонастроение, там его принцип удовольствия. И с таким мужчиной легко общаться, мне всегда есть о чём поговорить, ему нравится нестандарт, то есть, ему нравится женщина, изучающая астрологию, например. Потому что Луна Водолей, это знак, конечно, связан с изучениями различных наук, вот таких вот, нестандартных. Вот. И поэтому можно уже по этому принципу смотреть. Это очень просто. Даже не обязательно знать, на самом деле, дату, ой, не дату, а время рождения. Потому что можно по гороскопу посмотреть, в каком знаке стояла Венера в этот день, в день рождения человека. И уже сказать, что ему нравится, есть ли это у меня, есть ли вот эти энергии у меня. Потому что играть не себя долго не получится. Не получится. Потому что, если это у вас, естественно, есть, то вы, значит, совместимы. Если нет, ну, значит, нет, он будет просто искать этого на стороне. В Венере мужчине обязательно нужна. Он сам по себе, ну как, ему нужно со стороны вот этот принцип наслаждения, и со стороны женщины прежде всего. Да, ну, мы тут незаметно подошли прямо к концу нашей передачи. И у нас еще восемь, да, восемь пунктов совместимости. Правильно я понимаю? Есть семь пунктов. Я обсудила на данный момент, наверное, три пункта или четыре. Хотя, в принципе, я сказала уже про сексуальную совместимость. Венера – это принцип удовольствия. Мы можем посмотреть, какие у нас Венеры у одного и у другого человека. Что нам вообще нравится? Ну, вот, мне нравится. А у меня Венера в таком-то знаке, в такой-то Накшатре. Вот это мне нравится. А у него в такой-то. Насколько это совпадает? Насколько мы органичны в своем наслаждении? Потом можно посмотреть обязательно… Я думаю, что мы можем оставить эти остальные вопросы совместимости на следующий раз. Как ты думаешь? Да, в принципе, можно. Можно продолжить эту тему. Если будут какие-то вопросы у слушателей, я буду рада ответить. Или, может быть, рассмотреть какие-то частные случаи. У кого-то какая-то ситуация, кто-то хочет посмотреть совместимость. Мы можем это. Приделось прямо в эфире, да? Да, на конкретном примере. Потому что конкретные примеры всегда нам дают идеи новые. Конкретное воплощение наших привязанностей энергетических. Как все работает в астрологии. Замечательно. Дорогие друзья, дорогие слушатели, если у вас есть конкретные вопросы о совместимости, присылайте их нам. Ну, какой-то один. Мы успеем рассмотреть в течение 30 минут обязательно. Что ж, в ближайшее время, может быть, даже сегодня запись этой передачи появится на странице в Фейсбуке центра SunGate Radio и на Ютьюбе. Слушайте нас каждый вторник в 7.30, теперь уже в 7.30 утра по Чикаго и в 16.30 по московскому времени, правильно? Правильно. Да. Ну что ж, спасибо, Аня, спокойной ночи тебе. Ну, а мы продолжать будем наши передачи сегодня, много передач. Так что слушайте нас, а сейчас всего доброго всем. Всего доброго, хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова